Всем привет! Сегодня 17 сентября и наконец-то я выбралась в лес. У нас было очень жаркое, засушливое лето. Наконец-то прошли дожди. Я просто бегом бегу на свои любимые места проверить, а пошли ли грибы. Вижу, вижу, первый сегодня грибочек. Судя по тому, что он такой большой, да, я нашла, никто здесь давно не был. Ох, о какой красивый гриб. Это, да, вот такая красота. Это очень редкий гриб, называется боровик волчий. Первый раз я их находила примерно в 2012 году. Было сложно определить, что это за гриб. Определили только через израильскую грибную группу. Вот, оказалось, что гриб съедобен. Очень красив. У них вот такие вот, они похожи на дубовики, но у них розовые шляпки, желтые ножки, в общем, совершенно необычные. И чистый. Просто супер. Просто супер. Здесь нашла первый гриб. Сейчас, секундочку, прошла большой круг, ничего нет. Решила вернуться и посмотреть внимательно. И вот они, красавчики, стоят в кустах. Сейчас я за ними залезу. Ой, какие красивые, просто обалденно красивые. Вот они, вот они. Подружка хочет с ними сфотографироваться. Сейчас сделаем фотосессию. Еще один боровичок. На этот раз уже совсем молоденький. И, судя по всему, мы попали на начало слоя. Ой, какой красавчик. Так, оставим, закопаем место, где... О, села и рядом еще один. Я его не видела. Увидела маленький. Да, присела за одним, увидела другой. Супер. Очередной раз возвращаюсь к месту, где нашла первый гриб. И еще один стоит. О, какой. Ой, какой красавец. Ой, какой красавец. Посмотрите-ка. Ой, супер гриб. Вижу, что-то большое стоит. Вот оно, вот оно. Что это? О, еще один боровик такой. Ну, о, его кто-то сорвал и бросил, судя по всему. Наверное, не знают, что это за грибы. И вот такого грибника мы встретили. Вот такая черепаха. Здесь их в лесах очень много. В этом году весной встречала прям по несколько штук за поход. Ой, совершенно не болится. Смотрит на нас. Ладно, не будем ей мешать. Ищем грибы дальше. Подружка тоже нашла гриб. И он, в принципе, очень похож на мои боровики. Вот ножка тоже такая же красивая. Но это совсем другой гриб. Это, ох, это называется сатанинский гриб. Он не съедобный? В литературе пишут, что он ядовит. Но последнее время очень часто люди пишут, что употребляют их в пищу после предварительного отваривания. Отварить, воду слить, а потом можно уже жарить. Гриб очень красивый. Я их, честно говоря, ни разу не ела. Вот, как говорится, смелости не хватает попробовать. Не только люди стали жить в пластике. Ну, вот тут кто-то придумал отель для пчелок. Тоже в пластиковом ведре. Не знаю, понравится пчелкам или нет такое жилье. В кустах черный дрозд. Не знаю, видно его в камеру или нет. Но он совершенно не боится. Сейчас сопровождает нас. Вон он. А он там второй. У них где-то, значит, здесь гнездо. Так. Вон он там сидит на веточке. Виден, не виден. Ой, какой красивенький. Вот интересное кино. После первой найденной группы грибов уже идем достаточно долго. И ничего. Вообще пустота. Если б не те, можно было подумать, что лес совсем пустой. Вот так вот бывает. Этот малепусенький шарик на дороге. Гриб-дождевик. Пока вот он такой маленький и крепенький. Ой, катится. Его можно есть. Сейчас посмотрю. Да, вот он еще внутри белый. Вполне съедобный. Вкусный гриб. Я встречаю первый раз в лесу. Сейчас я покажу. Он спрятался за палочку. Вот он. Богомол. Который маскируется под сосновые иголочки. Вот он. Вот он какой. Первый раз такой в лесу. Случайно увидела. Думаю, что это сосновые иголочки шевелятся. Вот он. Сейчас мы его развернем. Попробуем. Так. Ой, с фокуса. Вот он. Вот он сфокусировался хорошо. Какой интересный. Так. Сейчас покажу, что он живой. Оп. А вон он побежал, побежал, побежал. Вон. Сейчас покажу. Вот в боевую стойку встал. Вот он. Вот он, красавчик. Необычный какой. Вот сейчас он виден хорошо, как раз двигается. Вот такой вот сегодня у меня удачный день. Такого зверя ни разу не встречала. Уже почти созрел боярышник. Это говорит о том, что осень пришла. Можно будет скоро собирать его. А пока-пока. С вами была Ольга и мои грибные истории. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...